Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и вникаем в ее смысл. Глава 4. «Сын мой, не отказывай в пропитании нищему и не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Не печаль души алчущей и не огорчай человека в его скудости». Речь идет не только о подаянии, которому призван всякий, у кого есть что подать, но и о том усердии, с которым надо это совершать. Очень важно само расположение, в котором подается милостыня. С презрением брошенный кусок или монета не только является исполнением прошения нищего, но и оскорблением его. И как важно подавать милостыню так, как будто ты сам являешься облагодетельственным тем, кто берет у тебя. Это особое высокое чувство присуще некоторым благотворителям и сейчас. Они не то чтобы просят, но действительно принять какое вспоможение на дело Божье. Оно представляет себя искренне заинтересованными в том, чтобы их милостыня дошла до своей цели и послужила благому делу поддержки или неимущих, нуждающихся, или просвещению ближних, или возрождению храмов наших. Очень важно, говорит премудрый учитель, это расположение, с которым подается милостыня, ибо можно, подавая пренебрежительно, опечалить душу алчущую и огорчить человека в его скудости, в его скорби. А вспомним слова Священного Писания Нового Завета. «Не пренебрегайте никем из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда заряд лице Отца Небесного». То есть есть у нищего ходатай на небесах, есть кто, имея великую власть, много огорчается нашим пренебрежением к нему. «Не смущай сердце уже огорченного, и не откладывай подавать нуждающемуся, не отказывай угнетенному умоляющему о помощи, и не отвращай лица твоего от нищего, не отвращай отчей от просящего, и не давай человеку повода проклинать тебя, ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя, сотворивший его услышит моление его». Вот это как раз слова, подтверждающие только что воспомянутые нами слова Нового Завета. «Сотворивший его услышит моление его. В собрании старайся быть приятным, и предвысшим наклоняй твою голову». Этому сейчас с трудом обучается молодежь. Она как бы настроена чувствовать себя весьма высокой, поэтому способность предвысшими преклонить голову, то есть искренне явить свое внимание и почтительность, оказывается, далеко не всем легко дается. «Преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково, скротостью», возвращается к уже начатой в четвертой главе теме автор. «Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. Сиротом будь как отец, и матери их вместо мужа, и будешь как сын вышнего, и он возлюбит тебя более, нежели мать твоя». Вот путь к приобретению любви Господней. Хоть и ко всем она распространяется, ко всем простирается, но не все обретают для нее в душе своей взаимность, не все пользуются плодами этой любви Божьей, а плодотворен, несомненно, тот, кто оказывается милостив как Господь и называется уже автором, сыном Вышнего. Несомненно, Господь наш Иисус Христос, единородный Сын Небесного Отца, и является для человечества как совершенный попечитель о каждом из нас, пришедший отпустить пленных на свободу, даровать больным и страждущим исцеление. И ты можешь быть похожим на него, если обличешься в те же труды, милосердие и служение нуждающимся. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящие ее любят жизнь, и ищущие ее с раннего утра исполняются радости. Нередко можно встретить сегодня в обмене фотографиями в социальных сетях признаки человеческого ликования от того, что утро их начинается с бокала пенищегося и пузырящегося напитка, или с морского берега, или с экзотических фруктов, и утверждается в связи с этим полнота радости жизни, но иначе призывает нас взглянуть на радости жизни, и иначе встретить утро с радостью автор. По-настоящему любит жизнь не тот, кто жизнь свою тратит на угождение собственным страстям, а тот, кто ищет премудрости, тот по-настоящему и любит жизнь, тот по-настоящему приобретет себе жизнь, и жизнь с избытком, тот с раннего утра исполняется не мнимой и скоро проходящей радостью, а очень часто и не теми запоздалыми раскаяниями в дурно и безнравственно, вредно для души и тела, проведенных вечере и ночи, не с больной головой на утро и с оскверненной совестью, но с утра исполняется радости, обладающей премудростью наследует славу, и куда бы ни пошел, Господь благословит его. Как в себе обновить это чувство любви к премудрости? Конечно же, чтением вечерних и утренних молитв. Тот, кто завершает день благодарением Богу, вступает в ночь с Богу угодными расположениями души, кто утро начинает с благодарения тому, кто дарует тебе очередной день твоей жизни, тот и воистину будет исполнен благословение Господне, и служащие ей служат святому, и любящих ее любит Господь. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Не об этом ли говорит Господь? И вам надлежит, обращается он к ученикам своим, следующим за ним день и ночь, воссесть на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И внимающий ей будет жить надежно. Кто верится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею, исправляя свою душу, идя навстречу солнцу правды, осеняя ее, освещая премудростью, ты не себе только благодетельствуешь, но и потомкам твоим. Это большой стимул, это источник большого вдохновения понуждать себя открывать для премудрости сердца свое, чтобы облагодетельствовать свое потомство. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, премудрость ведет человека не только по путям удовольствий, но пути бывают трудны, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами. Мы знаем из Нового Завета увещание апостольское, огненного искушения, не гнушайся, как приключение для тебя странного. Но помни, что именно терпение в искушениях дает опытность, и вследствие ее уже и рождаются все благие плоды в душе человека. Но потом, после испытаний, она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Более десятка лет страдала от бесконечных прилогов вражиих, от инерции греха в ней прежде царствовавшего преподобная Мария Магдалина. Но после того, как прошли эти годы страданий на поле и дороге святости, чистой, светлой и ясной, она уже была исполнена великой радостью. О том же говорит и преподобный Исаак Сирин, что есть слезы, иссушающие те покаянные слезы и труды, которые сопровождают первые этапы жизни кающегося христианина. Но потом эти слезы продолжаются в нем, но становятся уже не иссушающими, а уточняющими, исполняющими человека всякой радости, изобилия и довольства. Это уже дары Божьи, которые впоследствии даются претерпевшей многое душе и откроют ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. Верность, тем не менее, нужна на каждом шагу. И думающий, что он стоит на пути надежном, смотри, чтобы не упасть. Мы видим в примере преподобной Марии Египетской, что она и осеняла себя крестным знаменем часто и помнила о враге спасения человеческого, который имеет доступ до человеческой души и не надмивалась, и, имея бесчисленные дары Божьи, но считала себя последней и нижайшей грешницей, и ради ее великого смиренно-мудрия почивала на ней великая Божья сила. Наблюдай время и храни себя от зла, и не постыдишься за душу твою. Наблюдать время значит беречь его. Ни один час не возвращается, жизнь коротка и проходит стремительно, потому не должно откладывать на завтра, которого нам Господь не обещает, то доброе, что можно сделать сегодня. В том числе не думай о том, что ныне подчиняясь злу, ты впоследствии освободишься от него. По определению даже языческого философа, думающий, что, служа злу, человек будет делать это несовершенно, а, так сказать, частично. Подобен, говорит этот языческий философ, такой прыгающий со скалы, намеревающийся посреди полета с нее притормозить. «Храни себя от зла и не постыдишься за душу твою. Есть стыд, ведущий ко греху, а есть стыд, слава и благодать». Что за стыд, ведущий ко греху? Это стыд исповедовать свои грехи. Это стыд исправляться от своих грехов. А вот стыд, слава и благодать – это тот, который удерживает от дел порочных, удерживает от того, что не угодно Богу. «Не будь лицеприятен против души твоей и не стыдись ко вреду твоему. Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания». Важное увещевание нам, во-первых, узнавать истину, просвещаться, утверждаться в знаниях закона Божьего и, утвердившись в них, не удерживать слово своего, когда оно может помочь велик подающий материальную милостыню, но еще значительный тот, кто может подать милостыню, в которой нуждается душа. Ибо говорит пророк о последних временах «Пошлю на народ этот не глад хлеба, но глад Слова Божьего». И если ты, уже утвержденный в вере, можешь оказать эту помощь, эту милость ближнему, а если не можешь, то научись и являй это благодеяние, величайшее для человеческого рода, пускай через тебя является свет Христов как можно большему количеству близких твоих. «Ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания, не противоречь истине и не стыдись твоего невежества». Противоречить истине — это значит не хотеть ее осваивать. Так и некоторые не хотят, до сих пор не получив никакого вероучительного образования. и сейчас, когда открыты курсы теологические, когда можно в воскресных школах, при храме узнать то недостающее душе твоей, что поможет тебе стать из бессловесного словесным прославителем Господа своего. Необходимо не противоречить истине своим невежествам, но узнавать законы Божьи и осваивать понятия богооткровенные, преподанные нам святыми отцами. И надлежит стыдиться своего невежества таким образом, чтобы убегать от него, изучая преподаваемое нам доброе учение. «Не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай течение реки». О какой реке идет речь? О реке, которую невозможно вернуть спять. Когда Саввел шел в Дамаск для того, чтобы вязать учеников Христовых, то Господь, явившись ему на пути, сказал ему, Саввел, Саввел, зачем ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Как ты можешь удержать течение истины? Никакими грехами не должны мы противоречить истине. Исповедуя свои грехи и спрашивая у Бога прощения им, мы свидетельствуем об истине, о том, что невозможно и не должно против нее что-либо совершать. И когда по немощи нашей, по коварству вражию, по маловерию своему, по сластолюбию своему впадаем в грехи, то не должны мы противоречить истине своей нераскаянностью, не должны мы, не желая исповедовать грехи свои, упираться в неверие во Христа, как это некогда делал Саввел. Но как он сказал, Господи, что повелишь мне, то и сотворю. Вот это и значит не удерживать течение реки. Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного, подвязайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя. Ты за истину, а Господь за тебя. Не будь скор языком твоим и ленив, и не родив в делах твоих. Очень важно, чтобы слова наши шли в параллель с делами, с тем, чтобы не прослыть нам лицемерами. Не будь, как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим. Лев в доме своем смешон. Он над беззащитными и смиренными своими домочадцами сам в своих глазах раздувается не столько на льва, сколько на надутую лягушку, похожей своим мнимым величием, но бывает пренебрежителен, груб, его рыкание наводит страх, а более всего горечь и огорчение на ближних его, в его подозрительности прежде всего видится его гордыня и надмение, крайнее самолюбие. Да не будет рука твоя распростерта к принятию и сжатую при отдании. Нельзя быть, говорит любомудрый учитель, эгоистом. Нельзя только брать и требовать от ближних своих то, что тебе угодно, но надлежит самому быть щедрым прежде всего на свет милости, исходящей из твоего собственного сердца, на ближних твоих и во всяком о ближних попечении. Субтитры создавал DimaTorzok